Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и уже буквально через какую-то минуту, через минуту обновятся боевые задачи клановые и я смогу забрать полностью все, что забрал на этой неделе мой клан, а точнее собрал, вложил свои силы, вложил свое время и 50 игроков, в том числе и я, по крайней мере в пределах моего клана, заберут себе 50 ТП прототип. Я безумно этому рад и безумно благодарен всем ребятам, которые сделали просто огромный вклад в прохождение данного кланового ивента и хотел поговорить именно с тобой, скажи мне пожалуйста, а смог ли ты забрать себе данную машину, смог ли твой клан забрать полностью всю неделю наград, ну и соответственно дать тебе возможность поживиться халявной тачкой, коллекционной машиной 9 уровня. Не смог? Тогда наверное что-то пошло не так, тогда наверное либо ты был не настолько результативен, как необходимо было, либо ты состоишь в клане, в котором тебе не место. Ну а раз ты состоишь в клане, в котором не место и хочешь большего, то я предлагаю тебе присоединиться к одному из тех кланов, которые я создал и планирую вывести их на пик успешности. Поэтому если ты хочешь в дальнейшем участвовать в боях в составе крутого результативного клана, общаясь с ребятами, которые разделяют твои предпочтения в игре, обязательно заходи, обязательно получай то, что тебе причитается. Мне написало по поводу того, что еще целых 4 минуты 30 секунд стоит подождать, поэтому я думаю, что на это время мы возьмем паузу. Итак, друзья, последние секунды томительного ожидания, целых 5 минут добавило к тому времени, сколько я ждал возможностям забрать эту машину, ну да бог с ним. Забираем все награды и в том числе мы забираем соответственно все, что нам причитается для кланового ивента. Переходим в магазин, забираем машину. Я очень сильно надеюсь, что большинство из вас все-таки смогли пройти данный клановый ивент. Я надеюсь на то, что вы нашли те кланы, в которых вам действительно место, в котором вам действительно удобно, приятно, комфортно. Ну а главное, с возможностью забирать те халявы, которые разработчики нам предоставляют. Я свою забираю. Ну а почему не забрали вы, я уже по-моему на вопросы ответил. Либо вы не захотели приложить усилий, будучи в клане, для того, чтобы себе что-то отсюда все-таки забрать. Ну либо, скорее всего, вы находитесь в том клане, который не выполняет в полном объеме все, чего бы вам хотелось. Так вот, если вы хотите это поменять, я предлагаю вам поучаствовать в отборе в те кланы, которые я создал. И поверьте мне, я смогу эти кланы довести до того же состояния, до которого довел свой клан, для того, чтобы полноценно участвовать в подобных клановых ивентах. Что для этого необходимо? Да очень просто. Сейчас на ваших экранах есть название этих кланов и минимальные требования к людям, которые хотят отправить свои заявки. В клан GSN Fun вам необходимо иметь менее 56% побед и более 1000 боев на своем счету. Ну а что же касается клана GSN Stat, то этот клан создан специально для статистов и туда будут приниматься ребята, у которых стата выше 56% и более 3000 боев. Вот такие вот пока простые правила. В дальнейшем, когда вы отправляете заявку в клан, я обязательно отправлю вам в ответ те правила, которые вам необходимо будет соблюдать, будучи в составе данного клана. Поэтому, ребят, не затягивайте, отправляйте свои заявки и поверьте мне, я смогу привести вас к успеху, если вы сможете собраться в одну единую команду. Ну а сейчас, ребят, я очень хочу взять эту машину, которую ждал я целые 2 недели, работал над тем, чтобы ее получить. Ну и в том числе не без участия тех ребят, которые составляли мне компанию, все-таки смог ее себе заполучить. На данный момент я не имею возможности потратить целую 1890 голды на то, чтобы взять себе вот этот внешний вид, поэтому я думаю, что я одену просто что-нибудь из того, что у меня есть. Ну, наверное, где-то пока вот так. Ну или вот так. Хотя, с другой стороны, наверное, об этом я подумаю немножко позже. Все-таки хочется, если одевать, то одевать. Ну а что касается того, как я поставлю сюда себе соответствующее снаряжение, то я планирую поставить все, как мне всегда, комфортно и приятно. Кто-то говорит, что необходимо играть обязательно с сердечниками, но я в этом вижу абсолютно никакого смысла, мне достаточно ускоренного. Перезарядки орудия, адреналичика более чем достаточно. Что касается вот этого всего, то поставим вот так, вот так и, наверное, сейчас, секундочку, к ссорости полета снаряда. Окей, хорошо. Есть, но подрузили, что касается боекомплекта, то пока возьму просто вот чисто от балды, потом немножко перенастрою для того, чтобы время на это сейчас не тратить. Ну и обязательно полностью всю оборудку открываем и опять-таки ставлю оборудование так, как комфортно мне. А вы ставьте так, как удобно вам играть. В нашей игре, как мне кажется, нет понятия, правильно или неправильно установленное оборудование. Ну что, поехали, попытаемся заценить обнову на аккаунте. Все-таки ждал-то две недели и в свое время точно так же ожидал ВТ Риттера, которого, слава богу, он тоже смог забрать, благодаря ребятам из моего клана. Поехали! Итак, друзья, первый бой на машине, которую получилось забрать к себе на аккаунт. Да, не одел каму, но я думаю, что это не будет помехой. Обратите внимание, с нами есть еще один парень на прототипе. Ну а может девчонка, бог его знает. Кто там за рулем сидит. Плюс еще один прототип есть в команде соперников. Короче говоря, в ближайшее время, в ближайшие несколько дней вы можете смело ожидать, играя на восьмерках, девятках, десятках. Встречи с прототипами, я думаю, что если не в каждом бою, то практически в каждом бою. Потому что многие игроки старались получить себе данную машину. Ну и понятное дело, что первым делом, как только они ее сейчас заберут из магазина. Кстати, для того, чтобы ее забрать, разработчики предоставили целых два дня. Поэтому все все успеют, никто ничего не пропустит. И даже если вдруг сегодня у вас нет возможности зайти в игру, то вы сможете это сделать и завтра. Так вот, ребята, которые заберут себе данную машину, а я больше чем уверен, что их будет огромное-огромное количество. Они захотят затестить данную тачку, заехать на ней в бой, пофаниться, поиграть. Ну и понятное дело, что одним или двумя боями они навряд ли ограничатся. Кстати, надо будет ради интереса посмотреть, за сколько данную машину можно будет продать. Потому что говорили по поводу 5000 золота. Плюс к тому говорили, что в случае, если машина есть на аккаунте, то компенсация 5000 золота. Ну а я предпочитаю после некоторых событий, связанных с введением меня в заблуждение, в том числе и, пускай хоть и случайно, но все-таки разработчиками, я решил, что я буду, ну прям все перепроверять. По возможности, вот любой абсурд, который будет приходить мне в голову, как вариант развития событий, я все равно буду перепроверять на предмет наличия того, насколько я ошибаюсь в своих убеждениях. Пока я уверен, что должны будут дать пятерку голды. И кстати, ребят, напишите, пожалуйста, в комментариях, есть ли среди вас те, кто будут продавать данную машину, поскольку она является коллекционной и продажа будет в голде, то кто из вас будет все-таки эту машину продавать для того, чтобы получить с нее именно золото, а не возможность содержать данную машину у себя в ангарах. Так, арахнит жизни мне не дает, не нравится мне этот парень. Везучий, везучий, чутка не хватило. Кто-то мне рассказывал, уже не помню в комментариях, кто-то мне писал по поводу того, что я там, культурно выражаясь, нехороший человек, который обманывает, говоря, что в данной машине есть лобовая броня. Ребят, зацените, здесь действительно есть лобовая броня. Меня уже несколько раз в башню не пробили, да, в то же время несколько раз-то и пробили, но согласитесь, количество непробитий на количество суммарных выстрелов, которые были по моей башне, ну а точнее по башне моего танка, слава богу, не по моей башне, все-таки, ребят, меня лично очень сильно радует, действительно очень годно. И я, не знаю, в отличие от некоторых игроков, а я думаю, что такие найдутся, продавать данную машину не планирую, потому что я люблю вот такие вот редкие тачки, я хочу, чтобы осталась она у меня на память. Да, я понимаю, что 5000 золота это, ну прям, существенная цифра, и для меня, как для человека, который знает цену каждой золотой монете в нашей игре, и я смотрю все видеоролики рекламные для того, чтобы голду собирать, ну для меня пятерка голды это действительно существенная сумма. Это, по-честному, наверное, сейчас половина моей копилки, поэтому сказать, что мне эти 5000 не нужны, я не могу. Но все же 5000 это не та цифра, за которую я готов расстаться с этой машиной. Уж больно, уж больно она мне тяжело досталась, уж больно я ее себе хотел, и, соответственно, расставаться с ней за голды я уж точно не собираюсь. Так, по-моему, я сейчас глупость сделал, причем очень большую, надо было мне не спускаться, надо было все-таки отстаиваться. Вынесли меня. Но, слушайте, ну удовольствие все равно получаю. Все равно кайфово, все равно классно, все равно обалденно отыгрывать от башни. Да, пускай не самый лучший угол сведения орудия вниз, но все же. Сейчас посмотрим, чем дело закончится, по крайней мере, для вот этого 50ТП прототип. Я очень сильно надеюсь, что он сглазил. Сглазил, ребят. Я очень сильно надеялся на то, что у него получится сделать еще несколько выстрелов, ну и таким образом, возможно, приблизить команду к победе. Но вот теперь я уже очень сильно сомневаюсь в том, что с этого что-то получится, и бой закончится победой. Особенно учитывая то, что Проджета 46 играет, я так понимаю, в ПТ-вода, вместо того, чтобы заниматься делом. Ладненько, досматриваем бой, заценим результаты, ну и, как обычно, будем подпевать итоги. Ну что ж, друзья, бой состоялся так, как он состоялся. Я из своих видео никогда ничего не вырезаю, и я не стесняюсь абсолютно данного поражения, потому что я со своей стороны сделал практически все, что можно было для того, чтобы все-таки команда победу одержала. Один уничтоженный соперник, 2190 нанесенного урона, это не фармер, но, слава богу, мы хоть в минус не ушли. Ну а что касается, ребят, нашей результативности по команде, то обратите внимание, третье место в команде, ну а второй 50ТП прототип смог занять первое место. Это то, о чем я говорил, что на своем уровне машина очень годная и очень интересная. Да, это не имба, но как коллекционка для фана и веселья, ну, как мне кажется, самое то. Давайте вернемся к теме того, что необходимо было для того, чтобы получить данную машину. Необходимо было быть в составе успешного клана. Что необходимо для того, чтобы быть в составе успешного клана? Как мне кажется, ребят, недостаточно просто отправить свою заявку в уже существующий успешный клан. Необходимо попасть в клан тогда, когда он только строится, Ну и, соответственно, стать его частью и внести свою лепту, для того, чтобы клан поднялся вверх и забирал налегке такие машины, как Ваффентраген, такие машины, как 50ТП Прототип. И я уверен, что в будущем нас ждут и другие клановые ивенты. Поэтому, если вы готовы приложить свои руки к созданию уникального, результативного, веселого, доброго, приятного клана, то обязательно отправляйте свои заявки в те кланы, которые я создал. И, ребят, если у меня дело пойдет, то на этом я не остановлюсь, и мы продолжим с вами создавать все новые и новые успешные команды из 50 человек, которые стремятся к общему результату. Спасибо большое за просмотр, всем забрать машины, которые вы заслужили, ну а тем, кто не смог их забрать, не расстраивайтесь, все еще впереди. Я больше чем уверен, что разработчики предоставят нам возможность забрать себе еще что-нибудь другое. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok